Готовим царское варенье из абрикосов. Как мне написали в комментариях, любое варенье из абрикосов царское. И здесь я не могу не согласиться, потому что абрикосы сами по себе очень вкусные, а варенье получается просто невероятным. Тем более, что его очень просто готовить, и для варенья нам понадобится всего три ингредиента. Абрикосы, вода и сахар. Ну, во-первых, подготовим абрикосы. Их нужно хорошенько помыть. Прям очень-очень хорошо, чтобы варенье не закисло. Затем разрезать абрикосы на половинки или надрезать, как это делаю я, не до конца и вынуть из них косточки. Косточки ни в коем случае не выкидывайте, они нам еще пригодятся. Здесь еще уточню. Я не закатываю варенье на зиму, убираю его в холодильник, поэтому если вы хотите законсервировать варенье, то лучше еще ашпарьте абрикосы предварительно кипятком. Теперь берем вот такой вот молоточек для мяса и аккуратно разбиваем наши косточки. Нам нужно из косточек вынуть серединку, то есть абрикосовую семечку. Старайтесь бить аккуратно, чтобы семечка все-таки осталась целой. Она, кстати, тоже очень вкусная, по вкусу напоминает чем-то орешки. Теперь аккуратно вкладываем косточку внутрь в абрикос, обратно. Если вы абрикосы разрезали на две половинки, то просто положите косточку в одну половинку, она никуда не денется. Теперь убираем абрикосы в сторону, берем кастрюлю, насыпаем в нее сахар и наливаем воду. Ставим этот сироп на огонь, доводим до кипения и варим примерно 3-4 минуты. Если хотите в сироп, можно добавить немножко лимонной кислоты или каких-то пряностей, ну, например, корицу или стручок ванили. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Мне показалось, что просто сахарный сироп для варенья будет как нельзя кстати и лучше вкус абрикосов ничем не перебивать. Теперь просто складываем абрикосы в баночку и заливаем этим горячим сиропом. Остужаем до комнатной температуры, закрываем баночку и убираем в холодильник. Пусть варенье постоит примерно ночь, пропитается сиропом и можно будет кушать. Кстати, в некоторых рецептах я видела, что сиропом заливают 2 или 3 раза, то есть сироп сливают, снова кипятят и снова заливают абрикосы. Мне показалось, что одного раза достаточно. Варенье получается невероятно вкусное, особенно для тех, кто любит абрикосы. Приятного вам аппетита! Готовьте, пишите в комментариях, как вам такой рецепт.